МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая секунда на счету у пожарных и реагировать на вызовы они должны молниеносно. Сколько у нас есть времени на сборы и выезд по тревоге? Меньше минуты. Меньше минуты. Посмотрим, насколько это реально для простого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как хорошо, что я не пожарный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотрудники МЧС это, конечно, не только пожарные. Но сегодня вместе с моими коллегами я расскажу вам о тех, кто не щадит свою жизнь в борьбе с огненной стихией, о пожарных. 30 апреля они отмечают свой профессиональный праздник День пожарной охраны. На связи у нас Камчатка, здесь начинается Россия. И именно этот край дает старт празднованию Дня пожарной охраны. Камчатка приветствует вас, страна. Пожарные – это люди с большими добрыми сердцами. И в свой праздник они хотят подарить частичку радости всем другим. Поэтому практически каждый год здесь, в центре Петропавловска, проходит яркое феерическое шоу, полное огня, воды и пены. Это и детские конкурсы, и соревнования, и даже танец пожарных автомобилей. Ну а мы поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы в вашей жизни не было пожаров. С Днем пожарной охраны! По всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия. Особые слова уважения и признательности выражаем ветеранам пожарной службы. Каждый вызов был для них самым важным. Особенно, когда приходилось бороться за чью-то жизнь. На девятом этаже горело. К дому подъезд такой неудачный. Ну и лестницу Борька Лукьянов поставил. Где-то полтора метра не дотянулся. Из квартиры огонь мужик с ребенком. Он ковру прикрылся, ну спину прикрыл. Короче, прыгнул на лестницу, зацепился, все, спустились. У него кожа эта от огня прям эти... Ну, не волдыряю, она же прям шипит. Спасибо, спасибо. Мне достался, ну, еще года нету, наверное. Он раздетый был, в квартире нашел атласное одеяло. Замотал, закутал, тоже холодно было. И по автолестнице спускал. А одеяло скользкое такое, ну, разматывается. Все стараешься, ну, закутать, удержать, чтобы не это. Ну и почти до лестницы дошел. И там уже, как говорится, передавали из рук в руки. В то время работали в КИП-8. Это запутный цикл, запутный цикл там. И, в принципе, это был чистый кислород, которым мы дышали. Представляете, значит, мы шли в огонь, уже заведомо неся туда, значит, взрывоопасную ту семью. Есть такое там. Пожарное дело – профессия специфичная. И у спасателей есть свои традиции и приметы. Один залезает в машину только с левой ноги. Другой не чистит обувь перед дежурством. Но ни одного пожарного не отпускают на заслуженный отдых без традиции обливания водой. Считается, что вся копоть, которая накопилась на нем за долгие годы службы, смывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реконструированный пожарный автомобиль советских времен подарили сыктывкарские пожарные ветеранам. ПМГ-36 или пожарная машина ГАЗ-36 в красном металлическом кузове. Вместо звуковой сигнализации – ревун. Вместо проблесковых маячков – синий фонарь. Именно в таком виде пожарный автомобиль выходил с конвейера автозаводов больше восьми десятков лет назад. Машина действующая. И это благодаря группе энтузиастов спецчасти Республики Коми. Несколько месяцев они восстанавливали старый автомобиль. Чтобы поздравить ветеранов, чтобы они увидели, что мы тут тоже заботимся, так сказать, о них. То есть порадовать их. Собирали буквально по крупицам. В интернете пожарные нашли чертежи и схемы. Полностью восстановили кузовную часть. Установили баки для воды и пенообразователя. Насосную установку. Вышедшие из строя запчасти привозили со всей страны. Машина еще могла бы показать, на что способна. Но сейчас ее главная задача – радовать тех, кто бок о бок с ней прошел огонь и воду. Автомобиль будет демонстрироваться на выставках и участвовать в праздничных парадах. Это был первый шлем, который я приобрел в коллекцию. Это начало. Помятый. Не слишком презентабельный. Но в то же время это начало той истории, которая позволила собрать данную коллекцию. А это еще один отголосок истории развития пожарной охраны. Больше полусотни коллекционных касок собрал пожарный Дмитрий Грошев из республики Коми. У каждой своя история и география. Например, каска профессиональной пожарно-спасательной службы, которую носят спасатели в восьми странах мира. Есть шлемы, которые, можно сказать, как конструктор, который собирал ребенок. Что нашел, то и прицепил. Немецкая каска. Опять же, образца 1938 года. Сверху, смотрите, внимание, навершия, которые используются на пикельхельмах. Декоративный элемент, который, опять же, относит данную каску к пожарной, противопожарной службе. Все экспонаты с удовольствием на экскурсиях разглядывают школьники и студенты. И, возможно, кто-то из них решит связать свою судьбу с пожарной службой. Пламенный привет всей стране передает символ Санкт-Петербурга и талисман петербургских пожарных «Лев Елисей». Царь зверей обитает в старейшем музее пожарной охраны в городе на Неве. Чувствует он себя там полноправным хозяином музейных ценностей и с удовольствием встречает гостей. Рассказывает посетителям о становлении пожарной службы и о сложном, но благородном пожарном деле. Пользуясь случаем и своим служебным положением, я поздравляю всех огнеборцев страны с Днем пожарной охраны. И приглашаю всех в увлекательное путешествие по истории пожарной охраны в городе на Неве. «Лев Елисей» специально для хороших новостей. Красавец! Спасибо, Елисей! Присоединяюсь к поздравлениям. Действующему составу МЧС России желаю сплоченного караула и сухих рукавов. А ветеранам пожарной службы крепкого здоровья и не терять бодрости духа. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И помните, у нас для вас всегда есть хорошие новости.